Обыск в офисе компании Сегодня темой нашего выпуска будет обыск в офисе компании. С вами я, адвокат Антон Лебедев, и так начнем. В предыдущем выпуске мы уже затронули эту тему, ссылка на него будет содержаться в описании. Что делать, если в офис компании пришли силовики? Для начала следует ознакомиться с документами, установить личности пришедших. Данные удостоверений пришедших лиц необходимо переписать. Без этих данных вы не сможете в случае необходимости обжаловать такие действия. Дисциплины пришедшим добавят видеосъемка происходящего и присутствие адвоката. Поэтому следует заранее заключить договор с адвокатом и позаботиться о наличии его телефона у сотрудников. Поскольку адвокат уже может принимать участие в каком-либо мероприятии, не стоит ограничиваться только одним адвокатом. Следует позаботиться и о запасном варианте. В случае проведения обыска в офисе у пришедших можно просить копию постановления. А в случае отказа необходимо переписать содержимое постановления. А лучше даже сделать копию самостоятельно или сфотографировать данный документ. Только после фактического знакомства с постановлением следует ставить подпись о том, что вы с ним ознакомлены. Пришедшие сотрудники могут просить работников предоставить какие-либо документы. Предоставлять их не обязательно. Предоставление учредительных документов и документов о назначении директора лучше произвести, так как эти сведения публично доступны. Перед выносом документов и носителей с них дают сделать копию. Можно скопировать данные и изымаемых носителей. В силу пункта 9.1 ст. 182 УПК РФ представители компании могут обратиться к правоохранителям с просьбой скопировать всю содержащуюся информацию. Это позволит не потерять информацию и обезопасить ее от изменения. Недавно первые лица страны заявили о том, что позиция правоохранителей с изъятием техники компании парализует работу компании. В дальнейшем это приведет к изменениям законодательства. Возвращенная правоохранителями техника может стать причиной утечки информации. В эту технику могут быть встроены программные продукты или аппаратные средства для слежения. Использовать такие сведения как доказательства достаточно сложно, но использование таких сведений для корректировки хода следствия вполне возможно. Перед изъятием документов или информационных носителей предоставляется возможность снять копии. Запросы правоохранителей о предоставлении каких-либо документов нежелательно выполнять с точки зрения возможности дальнейшего обжалования. Предоставленные добровольно документы крайне проблематично исключить из круга доказательств. В любом случае конфликтовать с правоохранителями не стоит. Право отвечать на вопросы правоохранителей лучше предоставить адвокату, а самим сотрудникам ссылаться на 51-ю статью Конституции. Никто не обязан свидетельствовать против себя. По результатам визита силовиков составляются документы, с которыми необходимо знакомиться очень внимательно. При необходимости в них необходимо вносить свои замечания, а также проверять опись на предмет точности идентификации имущества. Если разыскиваемое не нашли. В случае, когда правоохранители не нашли того, что искали, они могут зацепиться за другие нарушения. Часто такими нарушениями может быть использование нелицензионного программного обеспечения. В офисе всегда найдется сотрудник, который может проявить инициативу и установить лишний софт. Чаще всего такие претензии касаются операционных систем, а также широко известных производителей программного обеспечения. В данном случае оперативники будут действовать по принципу «берем все, а там посмотрим». В этом случае под удар могут попасть сервер компании, компьютеры, внешние жесткие диски и другие электронные носители, печати и другое. Обнаружение среди изъятого печатей фирм-однодневок, черной кассы, нелицензионного программного обеспечения и т.п. может стать основанием для новых претензий со стороны правоохранителей. Когда вернут изъятое? Документы и предметы, признанные доказательствами, не возвращаются обратно. Возвращение имущества, не вошедшего в перечень доказательств, может растянуться на длительное время. Согласно статье 81.1 УПК РФ, у правоохранителей есть 10 дней для возврата имущества. Но этот срок может быть увеличен еще на 30 дней по ходатайству дознавателя или следователя. Если для оценки собранных материалов необходимо проводить экспертизу, срок увеличивается на время проведения такой экспертизы. Максимальный срок для проведения экспертизы – 3 дня. По истечении всех этих процедур имущество, не вошедшее в перечень доказательств, должно быть возвращено в течение 5 дней владельцам. Согласно части 4 ст. 81 УПК РФ. Однако данные правила распространяются не на все составы Уголовного кодекса. Поэтому ст. 81 УПК РФ содержит список составов, которым она применяется. Для сохранения работоспособности компании можно использовать облачные хранилища, как публичные, так и организованные самостоятельно. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, и тогда все будет хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова